Итак, здравствуйте еще раз. Тема иммунитет растения, повреждения насекомыми. Я сверну сейчас у себя экран, выключу, чтобы не мешало. Итак, пишем план. Типы устойчивости. Третье. Отвержение и выбор растений вредителями. Амбиотические воздействия кормового растения на вредителей. Вещества вторичного обмена. Структура особенностей основных биополимеров, синтезируемых растениями. Так. Презентацию я вам закину в группу и она есть модуль кредите. Чтобы не терять время, продолжаем. Итак. Между иммунитетом растений, микроорганизмом и иммунитетом к вредителям существует принципиальное различие. Вредители насекомые это, если вы знаете уже, клещи, может быть, нематоды и другие, например, насекомые, в отличие от микроорганизмов, при повреждении растения действуют избирательно, используя при этом целую систему рецепторов. То есть избирательную способность. По их выбору кормовых растений определять с помощью органов чувств. Наиболее яркая она избирательность выражена у самых в период кладки яиц, как наследственное приспособительное свойство, обеспечивающее сохранение и поддержание определенного вида. Например, колорадский жут выбирает для откладки яиц питание ослабленных растений. Особенно еще это выражено вирусами, а сиблевой мотолюк наоборот. После нахождения хозяина растения возможность перехода от фазы контакт к фазе повреждения определяется пищевой специализацией вредителя. И свойствами кормового растения биохимическими, анатомо-марфологическими и фенологическими. Это ярко выражено, например, именно биохимические, это значит вещества, которые образуют при метаболизме растения в клетках и образуемые там вторичные вещества органического происхождения. Или же анатомо-марфологическими, это мы уже с вами знаем, строение листа, усицы, габитус или же еще волоски, восковой воск, налет. Это все анатомо-марфологические. Фенологические это может быть время, например, для откладки яиц имеется определенное время, и они могут выбирать себе растение хозяина. Вот, например, перед этим вы видели разницу в колорадский жур, а это капустная белянка. Повреждения капусты белянкой. Вот откладка яиц и личинки. В первую очередь белянка повреждает растения, их личинки, обгрызая их вдоль и поперек, оставляя дырчатость. Биохимические это значит питание или наоборот исключение из числа кормовых основан на их способность улавливать биохимические различия разных видов и сортов. Например, колорадский жур предпочитает табак, картофель, дикий и культурный. Вот, например, он как бы монофаг или олигофаг. Биохимические требования к составу пищи у насекомых часто меняются. По мере развития растений происходит смена хозяина. Вот далее, анатома морфологии с особенностями характера строения покровных тканей. Особенность растений влияет на избирательность вредителей. Финологические особенности многие вредители повреждают или заселяют растения только определенные фазы развития растения. По рации повреждения растений насекомыми и другими животными зависит от строения рафтового аппарата и образа жизни вредителей. В сельхозяйственной энтомологии, как вам известно, существует ряд устанавливающихся кратких названий, определяющих некоторые типы повреждений. Это склеритирование, минирование, фигурные объедания или повреждения описывается по возможности сжато точно несколько словами. Выгрызание ходов внутри корней и тому подобное. Давайте ниже рассмотрим эти типы повреждений по классификации. Например, повреждения, которые наносят вредители грызущим ротовым аппаратом. Это, например, вот здесь видно грубое объедение, вот объедание, дырчатость, выгрызание, выедание окошек дырки, вот показано. Фигурное объедание по краям или полностью склеритирование, не оставляет покровный слой. Или минирование, вот здесь показано и минирование. И другие свертывания листьев в трубочку. Например, это происходит, когда заселяется в растение клея. Один яркий пример. Повреждения, которые наносят вредители колющих сосущим аппаратом. Это тоже входит в деформацию листьев, скручивание тоже коктейля. Вот галлы, показаны наросты на поверхности листа. Или же изменение окраски листьев. Это тоже может быть повреждение насекомых, различных аппаратов ротовых на растениях. Кроме этого, они могут повреждать не только листовую колостинку, но и другие части. Например, стебли. Повреждения которые наносят вредители с грызущим ротовым аппаратом. Итак, съедание ходов внутри стебля. Вот здесь на рисунке показано несколько примеров. Или под корой стеблевые хлебные пилищики, гусеницы восточной плодожорки, личинки усачей и короедов. Подгрызание стебля гусеницы, подгрызающие совки, повреждения которые наносят вредители полюще-сосущим аппаратом. Первое это увядание, пожелтение или отмирание стеблей вследствие уколов высасывания. Например, это черепашки. Бредная черепашка, которая наносит вред пшенице или злаковым культурам. И формация победов. Краевая тля. Вот мы с вами рассмотрели полностью стеблевые. Далее. Повреждение корней. Повреждение корней, это может быть, который наносит вредители с грызущим ротовым аппаратом. Объедение коры личинки майского хруща. Выедание ходов внутри корней, личинки капустной мухи. Выедание клубинков на корней бобовых, личинки клубинков, клубинковых долгоносиков. Здесь примеры, если рассмотрите внимательно, то можете обратить внимание, как это все происходит. Вот, например, это здоровая часть корня, а вот это уши полностью, которые повреждают насекомыми. Итак, вот внутренние это совки, которые повреждают основание между стеблем и корнем, корневую шейку. Здесь много показано. Повреждения, которые наносят вредители полище-сосущим ротовым аппаратом, это может быть галы на корнях, виноградская филоксера, галовые нематоды. Итак, повреждения уже в генеративных органах, повреждения, которые наносят врезущим ротовым аппаратом. Выедание бутонов, например, это может быть личинка жука яблонного цветоеда. Выедание семян, гороховая зерновка, люцерная толстоножка, выедание семян и ходов в плодах, гусеницы, яблоны, плодожорки. Если внимательно посмотрите на экран, то увидите разновидности этих повреждений на генеративных органах растения. Не только в цветках, не только в цветочных завязях, но и семенах, даже в плодах. Повреждения, которые наносят вредители сколище-сосущим ротовым аппаратом, высасывая зерен, белоколося, черепашка, например, вредная черепашка пшеницы или личинка пшеничного трепса. После них полностью вот этот зерно остается, белоколося, называется это повреждение. Отвержение или выбор растений вредителей при откладке яиц или при питании. Полная неповрежденность отдельных видов или сортов. Растение определяется видом вредителей. Антибиотическое воздействие кормового растения на вредителя. Неповреждаемость или слабая повреждаемость. И выносливость растения к повреждениям. Что такое выносливость? Значит, она повреждается, но проходит умеренно. И еще это можно назвать как толерантностью. Продолжение следует...